А мы с ним в тот раз играли, кстати. Чем он в этот раз играет? GPS контролем он играет же. Давайте с вами посмотрим, что за GPS контроль у него. То есть вот такой контрольчик. Это, можно сказать, наш с вами Феллун. Только сплэш в зеленый ради Харшула и Макто. Да, у него офигенно, кстати, у него против нас есть классно три Омана и Гифт. То есть он может на... у него четыре карты, четыре шанса сыграть на седьмой Гифт. То есть на что и найти Омана на седьмой Гифт. У него еще один Чойсы, но они, которые могут контрить наши всякие заклинания. Харшрулы, которые нам не так сильно страшны. И Макто. Макто с этим. Да, у него нет... ну тут надо чем-то жертвовать на самом деле. Поэтому... Ой. Я вроде его добавлял. Ну да, тут, понимаешь, трехцветку чемпионы как бы не играются. Они и крутые, но в три цвета мы... У меня нет задержки вообще. На оффстриме 10 минут задержка. У меня стандартная. То есть здесь их... в три цвета их просто не сыграешь чемпионов. Потому что нереально выйти на 5.5 практически, но очень сложно. Не, на самом деле нормально. У нас и Сиг Паворы есть, и Эрин Фаворы есть, и Вара Фаворы есть. Ну, поехали. И в Сайде у него еще Дарк Ричерна, Саботажи, Стюарты, Става в Сторисе и Драконы. Тяжело, тяжело на самом деле. Давайте здесь пока оставим. У нас с вами есть... На дров на третий, кого-то убить. Стюарт есть, чтобы Макта поглушить. Конечно, не охота, но придется черную искать. Нам нужно, конечно, искать синие, но... Нам надо гарантированно две черных получить, чтобы если будет Макта, убить Стюарта поставить и как-то убить Макта попробовать. Да, ну, против других... Мы играем хорошо против кричевых колод. Да, против других контролей у нас немножко похуже как бы. Давайте сразу подробуемся. Все равно уже не важно, в его ход, в мой ход. То есть у него, конечно, тоже нету ранней игры. Слушай, ну это значит тормозит Twitch. Это значит тормозит Twitch. Значит, опять что-то с этим. Глюки идут. Можно перезапустить, но это не знаю, сколько это поможет. Стюарт нам тоже как бы здесь не нужен. Хотя, с другой стороны, чем он его будет убивать на самом деле... У него нет ничего такого и дремувала тяжелого, на самом деле, прямо. Мы сможем спокойно атаковать. Я даже пока не буду ставить Харбингера, хотя, возможно, я не прав. Пусть бы он делал Харшрул, какая разница. Нет, мы не хотим пока его убивать. Теперь уже можно на Харшрул поменяться, если что. Так, а у него может быть там... А, ну Латник Шторм, он сам разменяется, да? На два урона у него там... Вича может быть, кстати. Давайте пропустим. А, теперь Харшрул, а я думал Вича. Ну ладно, на самом деле. Давайте ставить еще. По картам у нас более-менее ровно, кстати, даже. Поэтому еще Харшрул сделает. Мы практически аж потеряем карту, но не так сильно. Ага, он Ченнелла в лицо просто начинает кидать. Ну ладно. У него два Ченнела, да? Давайте подождем еще чуть-чуть. Или мы еще второй Ченнелл не переживем, да нет? У него же только два Ченнела, да? В основном. Давайте подробуемся. У него какой-то спелл есть. Плохо на самом деле. Нам сейчас надо Эрин Фавор. Окей. Нам провесили гифт. Да, но есть маленький прикол. У нас есть Эрин Чойс. Давайте выставим. Эрин Чойс там на один ход нам сбережет. На самом деле мы, конечно, можем сыграть Селестил Омон за вторым Эрин Чойсом, да? 6-6, но что это нам даст? Нам ничего не даст это на самом деле. К сожалению, да? Поэтому мы поставим Харбингера. И убьем Макта. Может, конечно, было найти Эрин Чойс, но толком, да? Что мы ее нашли и... Толку бы, что мы ее нашли, мы бы просто еще на один ход отсрочили, и толку никакого не было бы. У нас всего лишь два Эрин Чойса. Сейчас все зависит, что он нас там накидал. Если земельку взял, это замечательно. Пермафрост взял. А, нет, Пермафрост это его. Окей, Вара Фейвор. Теперь что он нас украл, интересно? Ой, Макта вышел на второй ход, это уже печально. А, вот у нас кого он взял. Вот у нее и чемпион. Упа. Вот у нее и чемпиончик всех качнул. Забавно. Прикольная игра. Давайте, что мы выкидываем? Выкидываем они гелейты, харбингеры там Макта. Минус ВИЧа. Или можно вообще без ВИЧа играть, в принципе, наверное. Можно вообще без ВИЧа играть. Потому что ВИЧ кому ему Макта ВИЧ давать? А створот нам не нужен здесь. Варку мы одну уберем. Наверное, два Пермафроста уберем. Да, вот так вот оставимся. Я не хочу ВИЧ плюс Шторм. Слишком все это медленно. Пермафроста чуть даст нам пожить. Фидинг таймеры, но фроги. Ну, кстати, да, тоже вариант. Берем одну варку, оставим темпеста. Две варки нам хватит. Скину что-нибудь с саботажами и Рейнофрогами. Попасть в Макта, например, Рейнофрогами тоже неплохо будет. Одна проблема. Я выкинул Лайтнинг Штормы, и нам теперь нечего делать против Лягушачьей Агры. Да, мы кипнем эту руку. Я думаю, мы можем саботаж играть на второй ход, а не на первый. Давайте попробуем. Давайте мы сыграем сейчас один саботаж с вами. Посмотрим, есть ли что скидывать двумя. Окей. Не посмотрели, значит, есть что скидывать. Давайте мы уберем. Пермафрост нам не страшен, в принципе, да? Давайте уберем ему добор. Не, пермафрост, конечно, страшен, но добор, наверное, страшнее. Да, уберем ему добор. У нас рука не такая уж крутая, но одну-то пермафростит, фиг с ним, мы будем знать. То есть, Трэйл Блейз, конечно, это тоже добор, но там дро-два. Так что... Наверное, может, конечно, я пожадничал с рукой из этих, блин, да. Оставил себе крич, ну ладно. Мне сейчас слишком два саботажа, казалось, лаким кусочком. Очень я хотел попасть в гифт, что он будет мулиганиться до гифта, например. Может, спокойно стоять. Вот у него пермафрост вообще не страшен. Буду очень рад. Вряд ли он, конечно, так сделает. Типа он пусть стоит и не парит. Кто у него там есть из Сайланса, интересно? Сала-то у него нету. Чем убивать он тоже? Харшрулом. Давайте пока подождем. Нам надо сейчас шестую манку и найти гифт вперед. И нам, чтобы он не нашел. А, мы и так гифт нашли, окей. Ну давайте теперь ставить. Поскольку если у него будет гифт, мы потеряем еще и чемпиона. Но сейчас опять он вперед прокинет его. А, вот теперь пермафрост. Окей, это вообще не страшно. Когда-нибудь будет харшрул. А вот он дошел до седьмой манки. Нашел он ли гифт или не нашел? Вот в чем вопрос. Опять, если будет харшрул, ничего страшного. Мы по картам у нас все одинаковое. То есть пусть он харшурит с радостью. Я вообще не против. Можешь, конечно, найти земельку и сыграть гифт. Будет ли так правильно? Но у него сейчас карт мало. Поэтому, наверное, это... За земелькой лезть оманом. Хотя, в крайнем случае, можно оманом слезть был за земелькой и сыграть гифт на следующий ход. Возможно, так было бы точнее. С эхо. Он нашел драконов с эхо, ребят. Он нашел драконов с эхо, поэтому нам надо искать... Хотя он все равно их сыграет, правильно? Драконов с эхо. Давайте подождем. Блин, я не так неохота лезть за землей, но чувствую, надо. А придется. А, 1-0 в его пользу? Да, надо было мне заранее вешать. Ну вот, видите, я ошибся. Надо было сразу лезть за землей и искать гифт. Мы, кстати, можем сейчас найти Ренуфрог и убрать у него всех дракончиков. Но тогда мы останемся без всего, да? Ну, давайте поиграем в топ-деки. И мы нашли землю. А, ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Протект. Все печально. И нам второй гифт скинули. И сейчас пойдет 1 дракон, 2 дракона. Ой, я уже нашел просто задержка на стриме большая. У меня надо было на ход раньше, наверное, это делать, искать. Я прогнал, мне надо было на ход раньше искать этот гифт. И все. А я зачем второго Харбингера выставил? Точнее, Харбингера зачем-то выставил. Да, да. Нужен, нужен. Пух. Был. Ёх. Твич глючит полторы минуты на стриме, поэтому... Задержка. Надо перезапустить. Я на целый ход прогнал, и это очень критично оказалось. Вопрос, был ли у него протек тогда, ну кто же знал.